Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Могу вам показать таблицку. Таблицку я сейчас открывал. Ой, уже закрыл. Сейчас. Мы вернемся сюда. И вот он, Роката. Роката достают от команды G2 на одно очко. Теоретически они могут, конечно, сейчас не особо стараться, а просто дождаться своих очных встреч второго круга в своей группе А. Напоминаю, что у нас интересная ситуация в европейском ЛЦС. Здесь играется раунд Робин двойной в своей группе и одинарный раунд Робин против оппонентов группы B. Соответственно, один раз они встречаются с H2K, и больше с ними повторять эту встречу не будут. Рокаты, ну, до плей-оффов уже, по крайней мере, не будут. Если в плей-оффы попадут, рокаты там вероятность встретиться будет крайне высокая, потому что, ну, здесь мы с вами уже видим, Виталики победили, заработали себе третье очко, но догнать сплайсов, H2K и юникорнцев им уровень игры просто не позволит. Не позволит. А Виталити, напоминаю, они как раз та команда, которая проигрывала уже Рокатом, и именно из-за этого так все тяжело. Зак остался опен, H2K его тут же забрали. К этому Заку они добавили Кагмава, и судя по тому, что там взята уже Каллист, то, наверное, надо Браума забирать себе. Нам показывают пока Ривенку, но я думаю, это будет взять Браум и пораньше. Ну, а что касается Рокатов, они забирают себе Каллисту. Плюс Хеймера нам показывает. На что, неужели настал час? Нет, не настал. Браум будет, как я и сказал, никаких шансов. Ну, я бы как тренер тоже сейчас тут. Просто забираем себе все оставшиеся подкидывания к Заку и не паримся. Тем более они взяли Каллисту. Каллисту легче всего законтрить именно через Браума. Можно ее контрить через Ассасинов, но на про-сцене это плохо работает, потому что, во-первых, Ассасины ослаблены немного, а во-вторых, в лейтгейме дико хороший пилинг могут устроить Рокаты и не дадут туда выбраться. Да, Алистара освободили. Алистар Unchained, да, у нас тут получается. Вадид будет играть на Алистаре. Любопытно. Каллисту и Алистар комбинацию мы видели, но это было, по-моему, на Корее против ЛМС Региона матча. Как раз-таки ЛМС Регион взял Каллисту и Алистара. У них не сработала эта комба, но посмотрим, что здесь будет. Стример Ванга? Нет, стример просто разбирается в этой игре немножко. В этом проблема. Поэтому зрителям неинтересно смотреть все, что я говорю. Оно и происходит скучно. Никаких вот это поворотов. Броли задумался. Бан Гнара сделали. Мне кажется, это хорошая идея. Банить топ-лейнеров лучше в данном случае. И, наверное, следующий бан должен быть Фиор. Да, вот Фиору они забанили. Но я думаю, Фиора, Камила, кого там Факси играет. Потому что Рейника будет пытаться играть ей чатуки. И если Рейника забирает ракаты, ей чатуки могут сами спокойно контрпикнуть. И у них тогда будет хоть какой-то контрпик. Потому что Фиору тяжеловато законтрпикать. Надо просто понять было, чем играет Факси. Вот они правильно двух топ-лейнеров побанили. Минус Гнар, минус Фиора. Этих чемпионов тяжело поломать. Хотя Гнара мы видели, как ломали через Ясо. А Фиору ломали через Камилу. Но там через Ганги это все происходило. Джарван. Джарван берется против Рениктона. В предыдущей игре Джарван не сработал против Рейника. Но там и Джарван был не того уровня. Стоп, Прайд Сталкер не на ВВ. Прайд Сталкер еще... Ну, как бы да, уже. Уже не на ВВ. Я хотел сказать, он еще не взял своего джанглера. Потом вспомнил, что Рейник-то уже взят. Да. Получается, Прайд Сталкер будет у нас не на Варвике. И Бетси возьмет Каркача, судя по всему. Что у меня есть по этим командам парокатом? Нет никакой информации, на что я могу вас обратить внимание. Могу обратить внимание только Джарван от Факси. Когда Факси играл на Джарване, он умер 14 раз. Гнар от Факси 6-2. Фиора тоже у меня здесь по меточке стоит. И Варвик в лесу. В общем-то, вот и вся информация. Ну, а по H2K, Мошен, хороший у них. Трэш там Кенч от Чо. Люциан Мид от Фобивана был великолепный. Ну, в общем, они вместе с развитием игры H2K и развиваются сами. Они не повторяют своих чемпионов, не повторяют своих ошибок. У ВВ на простане Винред какой-то не очень. Согласен. Джарвана в лес брать можно? Да, можно, конечно. Однозначно, и многие команды так и делают, когда устраивают какие-то обманные маневры. Просто Джарван, как джанглер, меньше может делать импакта после мидгейма. В то время как вот Джарван топлейнеровский, он гораздо танковее получается. И присутствие его в игре реально ощущается. Донат был без звука? Серьезно? Это на Гудгейме был донат, видимо? Нет. Ну-ка. Секунду. Говорят, что у меня донат не прозвучал. Слушай, реально... А почему не было звука? Нет, стоп, это... Ты меня обманул. Не было доната. Это Чудаков, это вчера Чудаков, Александр Чудаков донатил на игре... Этой, как она называется-то? На Дивинити. На Дивинити он 500 рублей донатил, чтобы я начал еду делать. А, на Киви? Ну, на Киви я могу тебя прочитать. Не, я не могу сейчас тебя прочитать. Короче, спасибо тебе, если ты донатил. Да. На Киви нет звука Катрин 05 полностью, это да. На Пейпал нет звука и на Киви нет звука, но раз ты мне сказал, то да. Ну, можно же Киви на телефон настроить. Теоретически можно настроить. Но я не люблю спам на телефон, поэтому это не сделал. А у нас здесь, ребят, новый скин Алистара, который еще и хромоскин был сразу. Хромопак себе получил. И у нас там корова в одеянии. На так большое тебе спасибо, Катрин 05, я тебя запишу в списке. В личку мне напиши, сколько ты задонатил. Я просто сейчас посмотреть все равно не смогу это. Там у нас улыбаются стримеры, улыбаются. Английские комментаторы, болельщики все улыбаются, потому что корова будет спамить свой колокольчик на линии. Комментатор TheFisher говорит, что на первом левеле мы будем смотреть только на ботлейн, только из-за колокольчика. Колокольчика. Дефиша еще говорит, что мне всегда нравились чемпионы, у которых есть отдельные какие-то звуки, гитары или барабана. Ну и здесь вот колокольчик. Гитара у нас получается, это Пентасона он имеет в виду, Пентасона. Но у нее там не очень, кстати, хорошо на линии можно этим спамить. А вот... И увернулся еще после этого от Кушки Чо-Чо улыбается. Нет, это Нюклера показали, Нюклера улыбается. Потому что у нас здесь неплохой байт. Ну, ребят, мы помним все с вами, как даже в, по сути, уже в мемасик фраза попала. You belong to museum. You belong to museum. Которую говорит у нас Изреаль. Ты принадлежишь... Я не знаю, как на русской версии он ее говорит, но есть такое. И Йорик еще, тоже с гитарой Йорик, да? Ну вот. А спам звуков не будет считаться ни в спортивном поведении. В данном случае, я думаю, не будет, потому что сами Риоты, когда представляли этот новый скин на Алистара, даже в этом представлении показали, что можно спамить на линии этот мелодию, кто не помнит. Отдельный ролик они записали на этих 5 скинцов. Там было игрушечных... Это вот эта игрушечная корова, Погмав, Реник Той и двух остальных я не помню. У нас тут врывчик идет, Фаби Иван отфлэшивается, Бетси на этом потратил свой экзост, но Фаби Иван потерял флэш. Гораздо страшнее, конечно, для него линия прошла. Правильный сталкер чизанул немножко. Ну как чизанул? Он прошел стандартный лес, просто по темпу немножко теряет. Но ганг был успешный, можно так даже это сказать. Кеннон был, Кеннон, да. И еще один, я еще один скин, получается, забыл. Хороший станус, слушайте, Фаби Иван да может убить Бетсика. Не попадает он куханом. Точнее, это не кухан, а ешка была, насколько я понимаю. И Бетсику приходится реколиться. Вроде бы ему выиграл линию уже Прайд Сталкер, но неудачно Бетси отыграл. И Янкос тем временем расставляет варды, видит, чем занимается Прайд Сталкер здесь. Идет он ему мешать вардов. Вот, если у него вардов было расставлено, нет, у него смайта у Янкоза, чтобы пересмайтить, поэтому просто пришел, прикрыл, убедил Синдру, что она может спокойно. Вы думаете, просто так вот пошел сюда Заку, то ему делать нехрен? Нет, ребят, он пошел туда, потому что точно знает, что красного бафа нет, рапторов нет. Грагас на Големов не пошел. Надо эту сторону прикрыть, чтобы Грагас не мог второй ганг подряд, так называемый чейн-ганг, провести на мидлейн. Он пошел, прикрыл, и теперь он точно сообщает своей Синдре, сначала Грагас пойдет, заберет своих рапторов, они в 4.30 у него появятся, либо он пойдет в полный проказ, тогда он сначала заберет Големов, в 4 где-то, ой, в 5 минут и 10 секунд заберет своих рапторов, и к тебе сможет сделать ганг в 5.20. Так что он либо в 4.55 к тебе придет, либо в 5.20. И он придет с топа, просто стой со синей стороны. Такие вещи можно обмануть, реально, можно, и многие профессиональные джанглеры, очень сильного уровня джанглеры даже, я бы сказал, не профессиональные, очень сильного уровня джанглеры, пользуются. Был поставлен вард Зак, Зак сымитировал, так сказать, какой-то контроль карты, и ты за Грагаса не идешь на рапторов, а у нас здесь на Тауэрдайв на допе, и Удуман отфлэшивается, остается в живых, и слушайте, в окружении теперь проект сталкер и Факси, Зак смещается туда, Джарван тоже не собирается их отпускать, и тут даже пошла еще Синдра, подкидывает у нас здесь проект сталкера, ему очень тяжело теперь будет убежать. Да, все, это смерть, нету бафов, ну хотя бы на этом он может радоваться, что бафы никому не отдал. Ну а я вернусь к мысли по поводу вот этого хода, то есть теоретически, если проект сталкер был чуть-чуть поумней, чуть-чуть только поумней, может быть больше опыта было, или больше в себя бы верил, тут может быть даже так, он бы мог пойти не на рапторов своих, а пойти вот здесь вот, и выйти и совершить ганг. Синдра будет точно жаться к синей стороне, у Синдры нет флэша, и к синей стороне она будет жаться, потому что она точно знает, что на красной стороне должен быть проект сталкер. Но он так не сделал, вот и все. Ну что ж, Синдрочка заработала себе ассистик, Зак от Янкоса заработал себе ФБ, наконец-то потихонечку начинает Янкос возвращаться в First Blood King, но ему пора, пора уже вернуться в игру, потому что, ну как-то реально, если меня спросить, сейчас худший игрок команды H2K, я скажу Янкос, к чему у меня претензий нет, к Херману, к Херману говорился, к Нюклера тоже больших претензий нет, Фаби Ван играет один из лучших своих сезонов, о да мне, ну вот к нему парочку косяков есть, но опять же эти косяки такие. Его иногда ставят на неудачную линию, его иногда специально сливают. Вадид каждый раз, когда знаешь, что к нему приезжает камера, сразу же бьет в колокольчик, что вы игроки. Его команды чувствовали поддержку, поддержку от зрителей, много урона по Вадиду проходят, и знаете, его колокольчик сейчас очень, боком ему вышел. Это был пародийный клип по Лолу, про Алистара, я по-моему не смотрел. Я разные ролики смотрел, тоже по Лолу. Пародийные, комедийные, и даже с маленькой Толикой, ух, как много урона по Бетси прошел. Кстати, по тонне вардов пробежал там Зак, варды там Бодит расставил, до этого варды еще Бетси туда добавил, и у нас на синий баф отправляется команда H2K, даже учитывая, что они по вардам пробегали, а Грагас в этом всем деле мешаться им не будет. Синий баф уходит команде H2K. Вопрос о том, пойдет ли Грагас обворовывать чужой лес. Да, пошел. Пошел в синий, но там только синий баф будет лежать, больше ничего. И Джарван тут же пошел мешать этому процессу. Зак перепрыгивает, но стоит у нас на Рапториатах. Нет, Джарван забил на это, он просто поставил вард, чтобы знать, не будут ли его тауэрдайвить снова. Это был вард прикрытия, но у нас свап бафами произошел. Возвращается Янгс в свой лес, синий, но теперь уже только возвращается. Да, Бэсти тоже есть игрок такой, но здесь именно Бэти. Бэсти есть действительно такой игрочок. Много есть похожих ников, и не удивляйтесь. Поэтому многие игроки начали переходить на свои фамилии или какие-то комбинации со своей фамилией, или свои имена писать вместо таких вот Прайд Сталкер. Хороший здесь может быть врывчик. Не цепляет, не цепляет. Кракача на Валкирии отходит в сторону. Удамник пропустил здесь небольшой прокаст от Рейника, но, кстати, за Бэтиком-то продолжается погоня. Янкос будет прыгать, не уворачивается Бэти. Получается ему остаться в живых, но не слишком долго. Хекс-дринкер был, Бэти разводит руками, потому что думает про себя. Вроде бы все сделал, чтобы выжить, и Флэш потратил, и Экзо скинул, и Хекс-дринкер был. Где же мой Грагас бегает? Твой Грагас делал Тауэр Дайв, и в этом твоя проблема. Точнее, даже не проблема, а неудачная идея. Команды Рокат, они делали Тауэр Дайв, ну да, мне, и тогда он не сработал, и из-за этого вот контроль карты полностью отдался команде H2K. Здесь, может быть, стоило сразу к Шишке идти, давайте посмотрим. Он отфлэшился, и Шишкой хотел Янкоза откинуть, но Янкоз отошел в сторону. Не получилось у него. Да, Шишку он запорол, он хотел Янкоза откинуть. Мне кажется, ему надо было себя либо Шишкой откидывать, либо вообще на Шишке уходить в другую сторону, ну, ближе к ботлейну идти. А так, да, тупанул. Да, 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 там говорят, что Майк, Майк Йонг, его же и зовут Майк Йонг, да, но у него немножко чуть-чуть по-другому отличается от его настоящей имени и фамилии, ну, это уже другое дело. А так, да, Майк Йонг именно так вот. Он же и сам мог прыгнуть, зачем он отошел дальше, там спрашивает чатик. Ну, так получилось. Не прокнуло. Ой, Беттика снова станет, прыгает, там Хигс Дринкер уже успел откатиться, так что урона от Фобивана не хватит, чтобы сразу убить, но правда Беттик все еще в огне, его все еще избивает Фобиван, уворачивается от ракеты и еще один килец. Вторая смерть Бетти уже в этой игре, и 3-0 у нас получается команда H2K, 2 кг Озака, 1 кг Усиндры, вышка на меде, каким-то образом, уда, мне здесь оказался. Вот этим, наверное, отличаются сильные команды от средних команд. То, что, ребят, началось вроде бы сражение 2 на 2, которое не должно касаться вообще никак ни Рениктона, ни Джарвана, не должно касаться никак Вадида на Алистаре, не должно касаться Чо на Брауме, но через несколько секунд после смерти Каркача здесь уже сидит почему-то Джарван, и здесь уже находится Браум. А знаете почему? Все очень просто, потому что цепной фит, цепной фит, чейн фит начинается. Все потому, что они разговаривают. Началось сражение 2 на 2, сразу же Джарван бросил 2-лейн и начал срываться на мидлейн, и точно так же поступил Браум. Бросил ботлейн побежал туда. У нас тут перекидывают Факси, Факси культует туда, мне подходит сюда, пройдет сталкер, отталкивает Янка, за что-то не продолжил погоню за Факси, пока мы смотрели повтор, пропустили, как был организован ганг на топ. Скорее всего, Факси себя агрессивно вел, после того, как Джарван ушел вниз, пытался вышку поломать на миде, началось неудачное сражение для Джарвана, но это было неудачное только со стороны Реник, так казалось, а в итоге, видите, о да, мне просто байтил, что пришел Янкаст, и минус флэш от Факси, то есть, следующая ульта Джарвана, это будет смерть, ой, опять стан, тяжело, конечно, стоять здесь за Кракача, причем все правильно сделал, Хиггс Дринькер купил, Экзос взял, Корки, да, сам по себе очень сильный чемпион, правильно говорит, Дефиша, но при этом все довольно сквишово, все же это Адекерри, и если Синдро начинает иметь над вами преимущество, то она начинает вас иметь, и ничего не сделать, так называемый Фидинг Спри, Фидинг Спри, как я его называл, Интересно здесь у нас Кота от Алистара выкидывает он Керману громко и тот его забирает, но в этот момент синий лес полностью захвачен синей командой водит, показывает нам пачку молока, показывает нам, что у нее есть колокольчик, куда мне спускается с топ-лейна, спустился он с небес, но только для того, чтобы в него ворвался Прайд Сталкер, правда, у Дамни не боится его и сражается с ним легко и непринужденно, в этот момент Фабина к нему подходит, Прайд Сталкера можно ультить, прилетает сюда Зак, откуда не возник, появляется Чо и вынужден нажимать флеш и ульту Прайд Сталкер, чтобы убежать. Ну ладно. Не лучше ли было взять Владимира в Синдру тут? Теоретически, конечно, да. Владимир хорошо заходил, у них был бы хороший лейтгейм, но было бы проблемы по мидгейму, тут надо было бы тогда менять... Это просто размен. Надо было бы менять не джанглера, ну и джанглера можно было бы тоже, теоретически, либо джанглера, либо саппорта. Кто-то из них должен был быть мидгеймом, жестко чемпионом. Ну типа, если джанглера, то Лисина и Лиза, а если саппорта, то какой-нибудь Там Кенч, Трэш, Блицкранг, что-нибудь такое. Но Там Кенч годится против Браума, но это все так тоже, в теории, ребят, в теории. Не факт, что это сработало бы. Тут просто, возможно, все гораздо проще, еще такие банально играют лучше, вот и все. Это еще кто, в кого ворвался, да. Джарван ворвался, наказывается, в Грагаса. Очень тяжело, Рокатом сейчас будет играть, я полностью согласен с Дефиш, они потеряли мидлейн-вышку, следовательно, теперь ни синий, ни красный лес им толком не принадлежат, могут оппоненты туда заходить и оттуда устраивать тавердайвы на бот, оттуда устраивать тавердайвы на топ, и вот, например, сейчас как раз этот один из моментиков происходит, Вадид пытается убежать, Янкос дает по нему автоатаку, станет его, пошла ульта Калисто, но здесь уже Джарван, вот он тавердайв, минус Калисто, Калисто про себя думает, блин, я корову-то спасла, но ненадолго, корову растоптали и пустили на фарш, только что команда ящит окей, но выглядят они стампануто очень в этом матче, и как раз таки кажется, что у Рокатов вообще нет ничего, за что они могли бы зацепиться, Корки все еще не с Тринити с Форсой, Херман все еще не с Боттерком, проблема вот, когда вот таких чемпионов вы берете, и они начинают проседать, и пауэрспайки у них такие медленно поднимающиеся, ну у Корки, по крайней мере, очевидный пауэрспайк, и понятно, когда он будет, но из-за того, что его, как раз его таки и унизила команда H2K, у него все еще не триньки, и она, что знает, когда будет, посмотрите на его предметы. Парень там пока Магрес стакает, и такой Корки Магресер у нас. Там комментаторы, ой, комментаторы, блин, я тебя уже комментатором по херок назвал, там в чатике на Гудгейме парень написал, что по херок его зовут, что судя по билду Корки, Пауэрспайк его придется на Пауэрспайк Нюклира, но все верно, да, то есть, тут так и получится, что как Мафа доберется до своих четырех предметов, когда Корки доберется до Тринити Форс, только вот тогда, судя по всему. Посмотрите, у него фейджа до сих пор нету, а за фейджем еще как бы идти и идти, полторы тысячи, полторы тысячи, ребят, еще понадобится, чтобы купить Тринити Форс. Мерки, Хекс Дринкер, Даран Шилд, Фляжка, все это оттягивало, оттягивало, оттягивало его появление. В предыдущей игре, кто не заметил, Нюк Дак, играющий на Кракаче, на линию пошел с Кулом. Он Кул купил себе на линию. Он после ста крипов сразу же уже, по сути, имел Тринити Форс, потому что заработал с Кула лишние 450, да, получается? 450 золотых 100 за стаки и 350 за то, что ты набрал. 450, плюс его продал, это вернули ему деньги немножко назад. У нас тут Мана ловит, но рядом что ставит? Стеночку не дает оттолкнуть ульту, да, мне классная стенка, а чё? Ну, пытались Рокаты что-то сделать в ответ, потеряли они вышку на топе, захотели они в четвером сместиться на бот, но два игрока команды и штуки их легко отзонили. Корки умный, бьют колдуны, надо брать Магрес. Ну, Корки-то может быть умный, но урона из-за этого как раз-таки у Кракача не появляется. К этой стадии у него должна быть уже Тринька и ботинки на Пенетру. Ребят, отстанет, там Коркия, вылетает Янгас, но промахивается, вышка на миде падает и Ревгеральдка пойдет дальше. Закончить игру, конечно, на 18-й минуте 59-й секунде не смогут. И чтутки такого адового преимущества у них нет и Ревгеральдка будет оставлена сейчас. Ну, хоть деньги заработал бы это с нее. Но по игре, по-моему, это уже все равно 18-50 и игра закончена. Рокатам надо думать в следующем матче что пикать. Корки мне никогда не нравился от Бетти. Мне кажется, его стиль у игры не подходит. У него в последнее время стиль больше похож на таких помощников. если раньше он был Зет Мейнер, а Корки как раз специалист по такому типа выигрываю линию, начинаю бегать всем, помогать и убивать всех. Сейчас Бетти, мне кажется, надо брать Талию, Ариану. Ну, Синдра, наверное, все еще по механике он сможет ее вытащить. Просто бери вейвклир я никогда это не скажу, правильно? Зачищи-ка линии бери крипов и все будет хорошо. А че Янкот взялся за голову и опять начал играть? А, я неправильно прочитал, несправильной интонацией прочитал. А че Янкот взялся за голову и опять начал играть? Да. Ну, на самом деле Янкс и до этого уровень не терял. У него ошибки были индивидуального характера. То есть, где-то там неудачный ганг делал, где-то неудачно по механике сыграл. Ну, вот как сейчас, вот куда он полетел? Я понятия не имею, ребят. Янкс полет сейчас был довольно странный. Кстати, Янкс ульту потерял, но это не имеет значения, потому что количество все равно погибает. О, да, мне нет ульты, чтобы остановить Вадидо, но есть Янкс, который перепрыгивает вперед, коровы, и не дает ей никуда уйти. Антон хороший говорит, что он там один на Ютубе, как Капитан Крузо. Нет, ты не один. Поверь мне, еще есть люди на Ютубе. Воу, комбинация, двойное подкидывание, двойное подкидывание, Корки начинает раздамаживать, но подходит сюда, ФБ вам дает прокаст, и после этого, да еще добивает и Каркача. Казалось бы, Рокаты вроде даже сейчас сделали какой-то хороший файт, четыре, их было четверо, но три в два они организовали биту, но не заметили они, что Синдра сверху. А вы можете даже посмотреть по вардам, там не было варда поставлено, где Грага стоит, там Грага сейчас выбивает вардецкий, там пинг стоял, и по нему Синдра прошла, зашла к ним со спины и убила. Как написать в чате тире ФФ за Рок? А то уже больно это смотреть. Как за Рокатов это написать, не знаю, но игра, да, не пошла, не пошла. Это вот одна из тех игр, где я вижу, что Рокаты могут играть, конечно же, но просто не пошла. В следующей игре, я думаю, они больше борьбы организуют. А не пошла, мне кажется, чисто на прайд сталкере. Неудачный Тауэрдайв, отданный Зак вообще на банах пиках. И вон Синдра стоплейно смещается, они ее даже видеть не могли. Там были еще два варда, стояли в Трайбуши на красном бафе, но они не видели, как сюда Синдра подойдет. А, там простой вард, не пинка, простой стоит. Там у Синдра уже войдет стафф, а здесь только тринка появилась, да. Там комментаторы сейчас как раз это обсуждают, что Зак, Джарван, Синдра, Браум с флэшом, все эти чемпионы могут делать инициацию почти с экрана. И когда вы отстаете за команду против таких сетапов, вам вообще появляться в пределах экрана нельзя от врагов, потому что появляетесь, тут же Синдра прописывает по вам, там тут же Джарван флэшком бу делает по вам, тут же Зак вылетает, откуда непонятно вообще, и Браун тоже может сделать флэш подкидывание. 10-0 у нас счет, спокойненькая такая, на Perfect Game не будет, Perfect Game, извините, они две вышки потеряли H2K, до Perfect Game не дотягивает. Ну, по крайней мере, можно Flawless Victory одержать. Flawless Victory это когда победа в Mortal Kombat без получения урона. Ну, в данном случае под уроном подразумевается смерть игроков. Да, можно Spirit Visage еще собрать, да, Spirit Visage неплохая идея, пора, пора. Там Рейник у нас, кстати, продолжает сплитпушить. Продолжает у нас сплитпушить Факси от Рейник Тона. Подожди, очень интересный геймплей называет сейчас это Херман. Он в чате наверняка пишет I really like this game. Очень мне нравится. Спасибо, Риоты. Честно, я не знаю, стоит ли Риотом это оставлять. Я помню, на форумах поднималась эта тема, когда выключали ДФГ, помните, ДФГ, убрали. И большинство чемпионов перестали через ДФГ ульту убивать чемпионов в ответ. На что Риоты написали, что мы и хотели, сейчас я вам объясню идею, Риоты написали, что мы не хотим, чтобы чемпион в расфиженной игре оппонентского какого-то Керри умирал от одной лишь только ульты. ДФГ плюс ульта убивал сразу. И вот он вопрос, почему Синдра осталась до сих пор тогда в игре? Вы же сказали, что вы не хотите, чтобы одна ульта могла мгновенно убить чемпиона. Но я думаю, Риоты не будут здесь менять ничего Синдры, потому что Синдрой здесь объяснение идет такое, она должна станом попасть, чтобы дать финальную ульту, то есть надо, чтобы шарик уже один был, она попадает станом, это уже два шарика и тогда дает ульту, это уже семь шаров и тут понятно, что человека убивают. По сути, Синдра сделала все три спела и ульта. То, что они не делаются одновременно, это уже другое действие. Ну ладно, это был Ботарк Ренектон, не дошедший до стадии Ботарка Ренектона, корова в кустах сидит и сейчас думает про себя, травку может пожевать, нет никакого желания возвращаться на базу, меня там ждет смерть. Там парень говорит, да что ты, когда ты 6-0, на 24-й минуте против даже против 0-4 ты даже за нами ваншотнешь. Я тебе объясню, что я хотел сказать. Я хотел тебе сказать, что Синдра могла стать не будучи 6-0 с такими же предметами, а Херман у него в дальнейшем предметы, которые никак ему не повысят защиту против Синдры. Следовательно, теоретически даже не при счете 13-0 могла быть точно такая же ситуация, где Синдра прописывает стан по Херману, нажимает ульту по нему и он умирает. То есть, вот что я хотел сказать, а ты тут цепляешься за то, что сейчас счет у Синдры 6-0, а там парень 0-4 бегает. Да, в данном случае так есть. Но в реальности эти 5к Калисто никак бы не потратила на защиту. У него в билде просто нет этих защитных предметов. Ну, ладно. Не могла. Ну, расскажи это Бьерксону. Расскажи это Бьерксону, который не может. Не было бы у него столько предметов. Да столько же было бы предметов. Ты вообще понимаешь, что добавь просто Калисто на 5000 предметов. И все. Это будет у нас Ласт Виспер, это будет до конца доделанный Боторг и начатый Хурикан. Или там Хурикан уже был у него сделан в этой игре. Начатый, не знаю, что там еще Калисто собирают. В нынешней мете что там Калисто собирает, ребят? Не бери Калисто против АП Ассатина. Вот это уже ближе к правде ответа на этот вопрос. Как Риуты могут мне ответить? То есть скажешь, ну просто контрпик не парься. Зачем добавлять Калисто от Немио Синдры? Что за глупости ты говоришь сейчас? Причем здесь добавлять... Я тебе говорю, что когда Калисто, когда Синдра добирается до своего пауэрспайка, она ваншотает людей. О чем ты говоришь сейчас? Человек, ты какой-то неумный. Я же не говорю, что он на первом левеле не должна ваншотать. Она и не ваншотает на первом левеле. Калисто будет со своими предметами 18 тысяч золота оценочной маркой. Синдра будет со своими предметами 18 тысяч оценочная марка. Синдра достан и ваншотнет Калисто. Все, нет никаких шансов. Проехали. Идем на перерыв. Счет 1-0, кстати говоря.